приветствую сегодня речь пойдет про изготовление вот такого прикольного велонасоса что меня побудило его сделать я сейчас как и многие херсонцы использую велосипед в качестве основного вида транспорта возможно вы подумаете что херсонцы очень любят спорт ратуют за здоровый образ жизни и так далее нет отнюдь все дело в очень временной оккупации и все стремятся сэкономить насколько это возможно короче говоря если раньше я использовал гель антипрокол в камеры вот добавлял и мне в принципе хватало добираться даже с проколами до дома то сейчас я пару раз попал в такие ситуации что нужно менять камеру и чем-то ее накачать а насос это с собой я не вожу последний насос который у меня был лет 15 назад это был китайский шерпотреб и вышел он строю очень и быстро поэтому покупать еще один мне не захотелось ну я решил посмотреть вокруг в первую очередь что вокруг меня было что вам возможно было использовать в качестве насоса первый вариант это вот такой вот ножной автомобильный да очень неплохо качает но собака тяжелые габаритный поэтому я этот вариант и подбросил в сторону 2 варианта вот такой вот поломанный советский велонасос по моему с велосипеда салют у него вывалилась нижняя вот это вот заглушка и верхняя тоже не держится ходит он очень туго потому что деформированная трубка трубка тут тонкостенная и вообще тут крайне сомнительная конструкция самого поршня резинка вот такая вот которая постоянно срезается и вот эти две прорези служат своеобразным клапаном на поршне короче говоря можно было попытаться его отреставрировать но мне этот вариант как-то не прельщал конструкция этого поршня очень часто дает холостой ход то есть пытаешься накачать и он в простую в пустую проваливается еще один вариант вот такой вот насосик в принципе легкий компактный для накачки мечей но он не разборный и у него тут вывалилась резьбовая заглушка которая была вплавлена вот эту пластмассовую деталь и в принципе он не качает практически вообще но вариант по габаритам в принципе получился такой же как и мой насос еще один вариант это вот такой вот насос для накачки матрасов но он качает всего лишь 0 3 бара это крайне недостаточно для того чтобы нормально накачать колесо но при этом до легкий но он собака и габаритный так что как ни крути решил изготовить самостоятельно к тому же у меня есть техническая возможность это сделать что я использовал для изготовления данного вела насоса ну я использовал все что у меня есть чтобы не покупать ничего лишнего нашел у себя в загашнике алюминиевую трубку диаметром 30 миллиметров бронзу диаметром 30 миллиметров вал от принтера вот такой вот кстати принтеры это очень хороший источник различных запчастей например энкодеров электромоторчиков тех же самых валов неплохого качества шлифованных шестеренок ремней зубчатых и так далее то есть и какой-то старый бушный принтер можно купить там буквально за один доллар и получить кучу интересных заготовок которую можно использовать своих самоделках станочный шарик использую в качестве ручки но он просто у меня был готовы и я решил не заморачиваться с этим в качестве манжеты я использую кожу из старого бабушкиного сапога смазанную литолом но наподобие так как старые ручные автомобильные мотоциклетные насосы устроены только там манжета идет сформованная а его мне пришлось изготавливать из вот такой вот листовой кожи видео я покажу я экспериментировал и не первоначально конструкция не сильно то работоспособная было с чем я столкнулся я столкнулся с тем что я зажал кожу между двух шайб разного диаметра и в принципе кожа должна была завернуться в одну из сторон и удерживаться но этот вариант оказался не очень работоспособны потому что она вот таким вот образом там возле стенок собиралась и надо было как-то этот вариант исправить потом я решил попробовать вытащить из фторопласта поршенек но не цилиндрический в виде срезаного конуса и в принципе уплотнение произошло как раз так как мне и нужно было то есть манжета формировалась нужны мне формы для того чтобы она работала как поршень но на этом приколы не закончились я пробовал использовать анаэробный герметик в качестве уплотнения резьбовых соединений но по факту я перешел на уплотнение с помощью резиновых колечек тут вы видите резиновое кольцо здесь я тоже использовал резиновое кольцо вот такое вот но для того чтобы она нормально уплотнялась а его не растопыривала мне тут пришлось сделать потай с помощью зенкера при этом кольцо ныряет в это углубление и не растопыривается таким вот образом и она как раз там уплотняет эту заглушку я также уплотнял с помощью анаэробного герметика но так как в процессе пришлось разбирать несколько раз туда-сюда по итогу я запользовал фум нить вот такую вот и в принципе тоже нормально уплотняет клапан который я туда внедрил изначально был вот такой вот силиконовый с пружинкой но так как его диаметр совпадал с диаметром отверстия под него то он у меня западал и его клинил в одном месте потом я использовалась сантехнического набора небольшую резиночку диаметром 6 миллиметров просто ее вставил под первую такой вот пружинкой и в принципе получилось тоже нормально работает очень даже не плохо нашел я на даче сантехнический набор резинок из него вырезал вот такую вот резинку диаметром 6 миллиметров и просто вставил туда вот таким образом подперев той же самой пружиной и в принципе на удивление работала но при этом посвистывала материал для корпуса это обычный алюминий это не диро алюминий типа d16 либо 95 самый галимый алюминий поэтому резьбы на нем нарезались очень и очень паскудно но шесть то есть зато он у меня был под рукой по итогу у меня получился насос длиной 24 сантиметра и диаметром 30 миллиметров очень таки неплохой вариант довольно таки компактный а в дальнейшем я хочу попробовать сделать крепеж хомут на стандартной точке крепления на велосипеде изготавливать буду на обычном школьным советском токарном станке это вы 16 но с небольшой хитростью в виде самопарного люнета ну что поехали и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...